Так, всем привет! Вот у нас клиент, Виталий, покупает пресс-подборщик Сипма. Тут мы вот сейчас с одного переставляем на другой кое-что. Виталий, ну расскажите вы откуда? Мы сами вообще с Саратовской области, Краснокутский район, село Первомайское. Своё фермерское хозяйство небольшое. Решили приобрести вот такой пресс-подборщик, который в принципе похож на крону. То, что нам больше нравится, из-за того, что у него очень простая система. И как бы для того, чтобы можно было катать сено, солому разных видов. Также для себя и плюс на продажу. Из-за того, что руководители очень вежливые люди. Спасибо большое. Также у нас менеджер Максим, очень приятный парень, молодец, всё объяснил, показал. Всё, как бы приехали не зря, 700 километров, приехали не зря. Так что... Так, ну скажите, а вот... Надеюсь, что пресс-подборщик будет себя хорошо... Ну дай бог, да. Рекомендовать. Это... Ну, а у вас вот до этого какой пресс-подборщик был? До этого был пресс-подборщик Пеликан 1200. Что хочу сказать? Цепно-Вальцовый. Цепно-Вальцовый, да. Как бы... В принципе, в принципе, так-то подборщик неплохой, но к нему нужно, конечно, подходить очень, 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 как сказать... Деликатно. Деликатно, тонко, да. То есть это настройка заднего части клапана. То есть он цепной. Вот, нужно очень строго... Чтобы были одинаковые настройки на натяжке. А что может? Получается, один замок закрыть, второй нет? Нет, замки, если настроены хорошо, они закрываются все четко. Единственный минус у него, это вязальный аппарат. Вязальный аппарат, который попадает туда пыль, солома, и он просто клинит. Клинит, просто клинит. Но, если, конечно, настройки не точные с заднего клапана вальца, то тюк, получается, не формируется. И он просто выплевывает через верх, через себя, и он просто не крутит его. Конечно, в этом вся причина, да? Просто некоторые его говорили? Настройки, уже настройки. И очень-очень важно на пеликане 1200, это скоростной режим. То есть чем ты медленнее на соломе едешь, да, то есть третья пониженная передача, либо третья повышенная, в зависимости от массы. То есть, после того, тогда нужно смотреть, как он формирует тюк. Если едешь уже на шестой передаче, или на пятой, то тюка не получается вообще. То есть ему нужна маленькая скорость, а это время. Понятно. То есть, это больше 60 тюков за смену ты не сделаешь. А вот сирь... И плюс расход шпагата, там два идут, два рулона шпагата идут, две этих нитки. Это хуже получается? Это расход большой, да. Скажем, здесь одна идет нитка, которая идет, ну, вяжет рулон, а там идут сразу два рулона. Ну, говорят, типа это быстрее, и типа будет вот то же самое количество убираться. Ну, скажем, вот бухта, комплект из двух рулонов, хватает где-то до 50 тюков рулонов. Но здесь должно хватать, думаю, где-то около 100. То есть, это уже достаточно ощутимо. То есть, двух бухт хватает до 50 рулонов, да? Да, не больше. Да это мало. Вообще, должно одной бухты примерно на 50 плюс мин. То есть, по счетам, это 100. Да, да, да. Что должно вот это быть более... А не пробовали там по настройке в Пеликане поработать, чтобы... Тогда визуальный аппарат не вяжет вообще. Он не работает. Он работает только на среднем положении. Ну, блин. Иначе он не оселяет. Там механизм. Здесь получается механизм, он прошел туда-обратно с одним шнуром, да? И как бы и все. А там два шнура, и получается, в нем стоят цепные привода. И там шестереночки мелкие, туда пыль попадает, и он клинит. Ну, я слышал об этом, то, что чем проще система, тем она надежнее. Да, тем надежнее, да. Как вон два вот здесь стоят, вот два кружка, я грубо говоря, и все. Да, да. Ну, а вот сено, солома, сенаж, вот по этим культурам, как он работает? В общем, сено луговое, скажем, это по Пеликану, да? Да, 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 по Пеликану. То есть сено луговое он крутит очень хорошо. То есть тюки, грубо говоря, от 170 до 225 килограмм. Вот, в зависимости, на сколько вал отбора может быть. Но это размер у вас полтора метровый будет? Нет, это 120 на 125. Ага, понял. Вот он называется Пеликан 1200. Единственное, что пресс-подборщик маленький, метр двадцать всего. А по соломе как? По соломе уже, конечно, хуже. То есть может произойти так, чтобы пять рулонов делаешь, а 20 нет. Потому что он их просто выплевывает через себя. А, блин. Но нужен скоростной режим подбирать. Понял. Чем медленнее, тем лучше. Ну, желательно сразу за комбайном тислетке. Чтобы она не сильно не выплевает. А он у вас какого года был? 12-го. Да, это свежий прям пресс вообще. Короче, вы его продали. А вот как пришли ко мнению, что надо брать Сипму именно? Ну, наверное, время. Время и плюс еще опыт, наверное. То есть походили, посмотрели здесь и выбрали. Да, плюс YouTube. Ну, понятно. Ну, вот видите, вы теперь сказали, теперь хоть будет какое-то есть понимание. Да, да. Теперь будем играться с этим. Понял. Пока привыкнем друг друга. Ну, спасибо вам за отзыв. Позавляем.